вообще я вам хочу сказать вот такие слова стремитесь к ценностям своего сердца более чем к ценностям материального и еды и даже секса и выживания и всего остального если у человека будут ценности духовные душевные даже можно сказать ценности материальные они не уйдут от вас и они будут у вас присутствовать выбирайте всегда ценности духовные что это обозначает на самом важном месте я бы хотел поставить ценность нашей сердечной доброты наша сердечная доброта она может взращиваться и от чего она возникает она возникает у вас в груди но вы более чем другим чем либо создаете свою жизнь когда ценности доброты внутренней они развиваются это не значит я была доброй к нему дала ему поесть нет это ваши чувства можно смотреть на человека и думать и ни о чем не думать и брезговать этим человеком как вообще но относиться к нему хорошо а может быть так что вы тепло относитесь что это такое это нами известные идеи которые существуют это не возлюби ближнего наверно не накричи когда хочется прости если не хочется прощать это в тот момент когда хочется использовать не используй это когда хочется устроить скандал или послать промолчать это есть вот эти душевные ценности люди думают что можно орать налево и направо всех ненавидеть злиться без конца и потом говорить я такая добрая я бедным помогала в церковь ходила за людей молилась нет это не то а какая же внутри а все внутри человек только использовать и вот такой тепла любви и радости внутренней не присутствует о чем я говорю сейчас говоря внутренней доброте и внутренней радости я говорю о каком-то чувстве который возникает там где-то в груди когда в свое время проводил исследование у меня был такой опыт я проводил исследование у взрослых у детей особенно у детей которым было там 7 10 лет это были друзья моего сына ему же по 20 лет то были дети у которых светились глаза и у которых были при рассказах о чем-либо состояние такое было доброе доброе то есть проявлялась это состояние и она мной ощущалось как елей были дети наоборот и я когда говоря что папой говорит так причем тут папа а ты как-то причем там а что же бы ты хотел и были дети которые я бы хотел чтобы родители у меня там любили друг друга я бы хотел что кто-то говорил я бы хотел гончую машину и так далее я вот хочу вам сказать что мы почему-то рождаемся с этими внутренними состояниями нашего сердца просто сердечные и агрессивно сердечные холодно сердечные ненавидящие вот чем сильнее ребенок рождается и ненавидит тем больше у него шансов прожить жизнь несчастной почему так все предельно понятно смотрите мир же делится на добро и зло случае если добро то человек должен быть добрым где в своем сердце тогда и под над ним будет купол добра тогда события которые будут возникать они будут обогащены добром а когда человек злой он может быть злой не по отношению к кому-то может быть злым в своей душе злость своей душе это агрессивное ненавистическое поведение по отношению к себе это раздражительность когда человек может раздражаться на ровном месте на все это бурчание ненависть ну что хочешь и над вами на таки а если вы начинаете сеять ненависть еще то будет купол это написано еще в книге ну кого-нибудь давайте я вам сегодня о ком-нибудь скажу ну допустим о тресмигеристе свое время тресмигерист своих трактатах написал что будет внутри то будет сверху и я с ним абсолютно согласен только о чем он говорил он говорил о том что наши чувства хорошие они создают наш индивидуальный хороший мир а чувство наши плохие наши ненависть агрессия злоба а многие умеют ненавидеть долго а многие могут ненавидеть годами а многие могут так ненавидеть и так далее и здесь такой вариант человек выбирает для себя как в книгах во всех абсолютно написано человек выбирает для себя путь и он выбирает для себя путь где он будет страдать за что бог людей наказывает за злобу за ненависть но как правило больше всего наказывает за ненависть к себе за ненависть близким которая настолько может выплескиваться что она развивается и ненависть кому-либо и когда мне человек пишет допустим ты какашка мы тебя ненавидим кто ты такой мужик дебил там да кто-то и так далее то я ничего не отвечаю обычно такому человеку почему мне не по пути с ним он сейчас мне напишет и пойдет дальше смотреть он дальше меня не будет ему не захочется это делать а что же он хочет и что же он ищет неприятности когда-то рассказывал историю она звучит так у меня был друг армянин звали его армен и мы когда-то ехали и его слова были все время такие да очень важно чтобы человек жил по понятиям не должно быть лохов вокруг аллахов надо постоянно только щипать нормальные пацаны там нормальный смс у него все разговоры с нормальными пацаны для нормальных пацанов у пацанов с нормальными пацанами и так далее угадайте чем он закончил а где я когда-то у него спросила я говорю а где же они находятся эти нормальные пацаны он говорит нормально пацанам потому что они всегда авторитеты за правду они всегда всех защищают аллахов наказывают ну и иногда появляется проблема у них они садятся в тюрьмы конечно там все как ты думают гадайте чем закончил этот мужчина а что заставляет почему так устроено все однозначно чем больше у вас триггеров на что вы готовы что выгод что вас бесит и на что вы реагируете что вам не нравится тем больше небо ненависти над вами можете себе написать прямо если вы чувствуете постоянно раздражение ненависть к себе к этому миру к близким к тому где вы находитесь если вас все раздражает буквально вы все ненавидите не можете это принять можете уже сейчас сказать над вами сверху и сидит без этот без это высшая сила зла которая помогает вам помогает усиливая вас энергию ненависти и вы после этого говорите у меня неприятности почему мне не везет а не может быть иначе по-другому никак стремитесь к ценностям своего сердца более чем к ценностям еды и выживания будут ценности духовные будут материальные почему цена сердечно это чувство сердечное теплые добрые